Здарова! Тут такая история. В общем, я нахожусь в Самаре и встретил своего бывшего ученика, который чуть меньше года у меня учился назад. У него все круто. Он ищет себе любимую сейчас. В общем, у него там вопрос с сексом и всем остальным закрыт. Но вот, допустим, такая история. Мы с ним встретились, пошли позавтракать. И там сидела девушка, 37 лет, как оказалось, но выглядела она там на тридцатку. Такая интересная, с ногами, в короткой юбке, такая вся с претензией на губы. Но не суть. В общем, он пошел с ней пообщаться, а я стоял слушал тут в сторонке. Вот. И он говорит там, ну типа, ты классный. Открыл ее, очень круто. Давай увидимся. И она такая, говорит, я не дам свой телефон. И начинается такая история. Она говорит, ты знаешь, ко мне там подходят по 10-20 мужчин в день. Все спрашивают мой телефон. Ну вот такое вот. Он говорит, что, в принципе, и правильно в этой ситуации, что нужно говорить. Он говорит, а зачем мне эта информация? Он говорит, я тебя об этом не спрашиваю. Мне совершенно не интересно, сколько мужчин там тебе подходит. То есть, зачем вообще мне об этом знать? Мне все равно, мне пофиг. Главное, что я подошел, я хочу пообщаться, как бы, причем есть другие мужчины. Вот. То есть, а ты, если ты не знаешь, например, ну не понимаешь, не слышишь, не можешь читать девушек, ты можешь сейчас вот как пример услышать, для чего девушки это говорят. Чаще всего, чтобы как бы повысить свою значимость, набить себе цену. Вот. Зачем? Значит, как бы, если человек уверенный в себе, если все у него классно, а чем ей вообще об этом рассказывать? Вот. То есть, если есть потребность повыпендриваться, повысить свою значимость, значит, уже не все так гладко. Вот. И я уже вижу, что он там, исходя из этого, из каких-то еще и других вещей в разговоре, понимает, что, ну как бы, этому человеку банальные потрохушки ему уже давно не интересны. То есть, он ищет себе любимую. То есть, он слушает, что они говорят, смотрит на них. И я уже вижу, что он понимает, что это не то, что он хотел. То есть, он даже как бы уже думает, ну не дадут телефон и не дадут, хрен с ней. Вот. И она начинает какую-то вот эту вот телегу рассказывать, что почему это мужчинам должен легко доставаться мой телефон. То есть, я не против пообщаться, вы классный. Приходите вот в это кафе, я здесь постоянно как бы завтракаю. Ну, он там докопался, говорит, а что ты, говорит, сама не готовишь, что ли? Типа не умеешь, ну и так далее. Начинается такой тонкий этот. Вот. И, в общем, кстати, мимо пивзавода едем. Это один из старейших пивзаводов России. Ваканово, Жигулевское пиво. То есть, ему что-то там лет, наверное, уже 110 этому заводу. И я на нем когда-то работал в молодости. И обработчиком технологических им костей. В цехе розлива пива были райкеги. Это так называлось. Вот. Интересная в кавычках была работа. Так вот, смотри, то есть, она говорит, почему мужчинам так легко должно доставаться. И вот я слышу, а он очень красиво этот человек прямо рассказывает, стилит. Он говорит, слушай, а я считаю, что если это мое, ну вот, говорит, я ищу себе женщину. То есть, зачем мне вот эти препоны и сложности? У меня их было достаточно в жизни. Он говорит, я ищу себе женщину и я считаю, у меня позиция такая. Если это мое, то оно как бы само придет легко в руки. То есть, будет без каких-то лишних препятствий. Да, да, нет, нет, надо пробовать. Вот. И он это все ей озвучивает. Потому что она говорит, вот, я считаю, что мужчинам слишком легко это достанется, если будет телефон. То есть, ну, очевидно, что она будущая кошатница с таким подходом. Потому что этот парень достаточно настойчивый, достаточно такой остроумный, интеллигентный, интересный. Он очень круто общается. Вот. И вопрос в том, что, а действительно, вот, если ты ищешь себе даму сердца, как бы, базовое, что у тебя должно быть, должен быть выбор. То есть, ты должен навсегда избавиться от своего страха знакомства, страха подхода. Потому что, ну как, если тебе страшно знакомиться, если ты боишься там, что какая-то курица в данном случае скажет, тебе нет. Ну, о чем тут говорить вообще? О каком выборе идет речь? Ты сам себя загоняешь в очень плачевную ситуацию. Вот. Ну, и когда у тебя появится выбор, ты уже будешь смотреть. То есть, и логично, вот, у него этот выбор есть. Он абсолютно не переживает там, согласится она, не согласится. И он видит, что, что, он говорит, зачем мне все это, зачем мне эта сложность? Говорит, я уже понимаю, что у нас с тобой ничего не сложится. Поэтому просто уже начинает так закрывать и сводить к нулю это общение. Почему женщина может выпендриваться? Да, то есть, потому что, во-первых, у нее есть какие-то свои проблемы. Ну, если мы не берем ту ситуацию, что ей человек не понравился. Хотя я считаю, что в данном случае он не мог не понравиться. И если он даже не понравился, она могла бы как-то проще сказать, слушайте, там, вы не в моем вкусе, извините. Или, там, я замужем, то есть, у меня есть любимый. Ну, то есть, когда не нравится, они находят вариант человека слить. Вот. Здесь очевидно, что она с интересом общалась. Она даже сама что-то спрашивала. Ну, вот ей надо было повыпендриваться. Зачем, если ты ищешь себе женщину любимую? Спроси себя, ну, если у тебя есть выбор, конечно. Зачем тебе вот такие сложности? Если она уже в самом начале начинает говорить, это слишком, там, просто. Это что-то. То есть, человек любит усложнять. Да, человек, во-первых, любит усложнять. Во-вторых, она любит повыпендриваться. То есть, она уже сейчас, если бы он повелся на ее условия, сказал, да, окей. Он говорит, я что-то с палаткой буду сидеть, тебя караулить, как на утку приду охотиться. Если бы он сейчас повелся на ее условия, значит, как бы он повелся на ее условия. Ничего хорошего из этих отношений, прости господи, потом не выйдет. Поэтому моя рекомендация такая, если ты общаешься с девушкой, даже она тебе сильно нравится, но если ты видишь, что она начинает либо выпендриваться, это говорит о ее какой-то нездоровой психике, либо усложнять, что вот там мужчина должен там то-то, пусть он там, не знаю, караулит меня под окнами. Я тебе искренне рекомендую забить на такую девушку, отказаться от продолжения общения с ней и вообще сказать, ну, окей, всего доброго. Конечно, есть настойчивость. Конечно, нужно ее проявлять. Но все должно быть в рамках разумного и тогда, когда есть в этом смысл. Если это история про секс, что он хотел бы там с ней заняться сексом, ну, наверное, да, просто сексом, да, то есть без всяких обязательств. Наверное, все-таки можно было там еще что-то исхитриться, но он говорит, я же понимаю, что я ищу себе женщину для жизни, если она сейчас уже так себя ведет, то нахер она мне такая нужна, да, это не мое. И я его полностью понимаю. А еще есть момент, она говорит, мужчина должен совершать поступки. Он, слова, вот эти ваши телефоны, это все фигня. А мужчина должен, ну, кто-то этой кошатнице в голову вдолбил, то чушь, что вот он должен там проявляться в поступках. Он говорит, окей, хорошо. Ну, как бы ты считаешь, он ей говорит, ты считаешь, что если мужчина вот сейчас вот не возьмет у тебя телефон, ты ему не дашь телефон, он будет просто там караулить тебя здесь, там поймает тебя в следующий раз, все-таки стоит на своем, возьмет телефон, то это поступок. Она говорит, да, это поступок. Она говорит, а я прям причем полностью с ним согласен, потому что я сам его этому и учил. Вот. Иди-ка ты, блядь, встал посреди дороги. Вот. И как бы прикол в чем, что он ей говорит, слушай, а если этот мужчина будет, допустим, там красиво ухаживать, там дарить цветы, вот караулить тебя возле подъезда. Но, когда случится какая-то серьезная ситуация, когда он должен быть рядом, он просто пропадет. Он тебя не поддержит. То есть, как бы, как ты считаешь, он ей сказал, что ты уверен, что это считается поступком, что там сейчас он тебя будет караулить ради твоего телефона. Но женщина, видишь, она оказалась на своей волне со своими убеждениями, но это очень многоговорящее. То есть, вы когда общаетесь, вы же видите, что у него в башке. И в данном случае, да, я считаю, что это там грубейший, тупейший стереотип, потому что... Так, голуби, давайте. Потому что она считает, что вот это и есть поступки мужские. Ей кто-то там засрал голову какой-нибудь, не знаю, байгужин или кто-то еще. Что вот это якобы мужские поступки. Это ни хера не мужские поступки. Это поступки каблука. Будущего, успешного, четкого каблука. Потому что, если мужчина готов терпеть какие-то сложности, унижения со стороны женщины, идти на ее условиях сразу же, да, ты инициируешь, ты мужчина, ты подходишь, ты проявляешь инициативу. Ты говоришь, да, как бы я хочу проявить инициативу. Но если при этом, как бы, она начинает выпендриваться, всячески тобой крутить, и ты на это ведешься, это не про мужские поступки, это про то, что ничего хорошего из этих, прости господи, в будущем отношений не будет. Ну вот, какая-то такая история. 26 по 29 практика в Москве. Ссылка здесь под видео. Увидимся.